Всем привет! Сегодня у меня на обзоре телевизор 2020 модельного года от Samsung. Samsung 7 серии в 58 диагонали 7100 Ultra HD. Это телевизор, который наиболее часто продавался в магазинах Украины в 2020 году, модельного ряда 2020 года с разрешением 4K и массой интересных функций, которые мы сегодня в видео рассмотрим и протестируем. Также хочу сказать, что ссылочку на данный телевизор, где его можно купить, а также полные характеристики есть в описании к этому видео, переходите, смотрите. Также в описании к этому видео указаны ссылочки на различные Android Smart TV приставки, пульты и различную технику, которую я уже показывал на своем канале. Переходите, смотрите. Также не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на моем канале, а мы переходим к обзору и тестам данного телевизора. Данная модель телевизора TU7120 – это основная цифра из полной аббревиатуры, которая есть в названии модели данного телевизора. T означает то, что модельный ряд 2020 года, U – это Ultra HD телевизор, также есть S модели и модели без этой буквы, это будет просто HD модели. И седьмая серия данного телевизора означает, что это один из бюджетных телевизоров, который относится к этой серии. Здесь применена VA-матрица с подсветкой с двух сторон, боковая подсветка, H, так называемая LED-подсветка. И здесь же на этом телевизоре яркость всего 250 кандел на метр. Мы посмотрим, как он работает при этом в освещенном помещении. Также посмотрим тесты, проведем тесты яркости, проведем тесты на засветы данного телевизора. Телевизор этот 60-герцовый, не 120 Гц. На нем установлена система Tizen 5.5. Я не очень-то люблю Tizen. Но это, скажем так, не самый худший вариант, потому что есть также WebOS на LG, которая вообще ничем не примечательна, и туда вообще ничего не установишь. На Tizen же на этот мы будем ставить различные приложения. Для начала мы, конечно, посмотрим, что здесь идет из коробки, и что можно установить из коробки. Почему же модель бюджетная? Во-первых, самое основное отличие от более дорогих моделей, это то, что здесь применяется вот такой вот пульт. Это старый пульт, который уже в новых моделях заменен на более новый Bluetooth пульт. Это инфракрасный пульт, соответственно, здесь уже идет удешевление за счет пульта. Здесь также, я скажу, забегая наперед, можно подключить Bluetooth пульт. И мы это сделаем, я покажу, как это сделать. Причем достаточно недорогой Bluetooth пульт из моих обзоров. Это мы сделаем в будущих видео. На этом же пульт, я думаю, всем уже все знакомо. Многие видели такой пульт, старый, древний образец пульта от Самсунга. Единственное, что здесь вынесены кнопки Netflix и видео. Немножко по характеристикам, и дальше перейдем к обзору. Данный телевизор имеет частоту обновления кадров 60 Гц. Здесь применяется матрица VA и боковая подсветка Edge LED. Разрешение данного телевизора 3840 на 2160 пикселей. Применяется технология HDR10. Глубина цвета здесь всего лишь 8 бит, но здесь применяется еще технология FRC. Здесь применяется так называемая технология Crystal, Display Crystal и также процессор Crystal 4K, который позволит по описаниям и по рекламным роликам Самсунга окунуться в мир 4K. Данный телевизор 58-й диагонали и стоимость его примерно 18,5 тысяч гривен. В пересчете на доллар я где-то это вот тут напишу. Если же мы возьмем более бюджетные и китайские модели, к примеру тот же Xiaomi, который в 55-й диагонали будет стоить примерно на 100 долларов дешевле, я смотрел обзоры и телевизоров Xiaomi, и отзывы о этих телевизорах, и также сам бренд в плане телевизоров мне не очень-то и нравится. И также я посмотрел саму матрицу, на которой есть много жалоб, масса вопросов была к звуку. Я смотрел телевизоры Xiaomi в 55-й диагонали, там звук как будто из какого-то старой бочки, из ведра, в общем-то тихий и непонятный. Здесь же звук, забегая наперед, скажу отличный. Вообще мне понравился, я даже удивился, что такой вот звук может быть на телевизорах. Также на данной модели телевизора, к сожалению, стоит Tizen. Для меня, к сожалению, для кого-то это может быть плюсом, я не люблю такие системы WBS и Tizen. Но в отличие от того же WBS, здесь все-таки есть возможность установить различные интересные приложения, и мы это будем делать. Также на Samsung есть все-таки, какая-никакая, но для Samsung есть все-таки сервисная поддержка, есть, мне кажется, как мне кажется, более качественное обслуживание в сервисных центрах, потому что Xiaomi все-таки бренд, который дешевый и представлен не так широко у нас, во всяком случае, для того, чтобы решить какие-то проблемы с теми же телевизорами. Давайте все-таки будем переходить к самому обзору телевизора, посмотрим его размеры, посмотрим функционал, что у нас представлено из коробки и какие возможности он нам дает. Телевизор поставляется в достаточно такой большой коробке, 149, по-моему, сантиметров она в длину, и высота данной коробки около 90 сантиметров. Это вам будет важно при транспортировке, потому что влезает она не в каждый автомобиль, и, возможно, придется брать какой-то автомобиль для того, чтобы все-таки перевозить данный телевизор. Комплектуется вот таким вот пультом. На самом пульте, как обычно, кнопочка включения, выбор источника ТВ-сигнала, также цифровые кнопки. Здесь у нас идут кнопка телетекста, предыдущий канал, громкость, список каналов и каналы, кнопочка домик, которая вызывает домашнее меню, Netflix и Prime Video вынесены отдельными кнопками, и здесь также под Netflix вынесена кнопка вызова браузера, которая сразу вызывает браузер. Такие вот кнопки навигации, OK и влево-вправо-вверх-вниз, возврат, exit, цветные кнопки, также кнопка settings отдельно, инфо, субтитры и кнопочки воспроизведения, мультимедиа, play, пауза, перемотка и stop. Для тех, кому интересно, разница с 43-й диагональю, которая висит вверху, и 58-й, мне кажется, значительно. Также в комплекте идет, как обычно, вот такой вот шнурок, шнурочек с вилкой, который выходит на бок, будет удобно для подключения. Как обычно, куча документаций, и ножки, более здесь ничего нет, и, конечно же, переходник под антенну угловой, который позволит подключить вам антенну под углом. Ну и такая вот заглушка. Сам телевизор выполнен в так называемом безрамочном дизайне, здесь достаточно тонкие грани на самом телевизоре, хотя, по большому счету, модель 2015 года LG, здесь также такие же рамки, ровно такого же цвета и ровно такой же толщины, как и на Samsung 2020 года. Сами ножки выглядят стандартным образом для моделей современных телевизоров, но здесь еще есть такой интересный функционал, сам шнур питания можно спрятать в ножку, и таким образом незаметно вывести, к примеру, за ваш шкафчик, либо тумбочку, на которой будет стоять сам телевизор. Внешний вид телевизора достаточно стандартный для данных моделей, для бюджетной серии Samsung, и по большому счету ничем не отличается. На самом телевизоре нет никаких индикаторов, то есть вы не поймете, включенную розетку, не включенную, в каком он режиме находится, здесь только лишь есть вот такая вот лейбочка от бренда Samsung. Задняя панель телевизора выполнена из пластика, здесь имеются кронштейны для крепления телевизора, размер этих кронштейнов висса 300 на 400, то есть здесь расстояние 330 сантиметров, а здесь будет расстояние 40 сантиметров, это важно, если вы планируете вешать данный телевизор на стену. Я также покажу, как его повесить на стену, у меня уже заготовлен под эти цели кронштейн, я это делал много раз, поэтому покажу вам, как его цеплять на стену. Здесь есть вот такая вот информационная наклейка, на которой есть данные по телевизору, также подключение антенны Т2, либо аналоговой подключения спутниковой антенны. Порты расположены с правой стороны телевизора и вынесены в сторону, то есть по направлению в сторону, что будет удобно для подключения данного телевизора. В наличии мы имеем всего лишь два HDMI порта и один USB порт для подключения каких-либо внешних USB накопителей, либо внешних USB устройств. Сюда же мы подключим пульт, попробуем G20S и проверим, как он функционирует с данным телевизором. Есть LAN порт на 100 Мбит, он вынесен как раз вот на заднюю панель данного телевизора. И также здесь вот под наклейкой спрятан common интерфейс, заглузка для данного интерфейса, также идет в комплекте. Больше на задней части телевизора ничего нет, кроме разъема для подключения питания, он здесь находится справа. И более на задней части телевизора нет никаких кнопок управления и никаких дополнительных портов. Снизу телевизор выглядит следующим образом. Здесь у нас установлены два динамика, один слева и один справа. Ножки, кстати, фиксируются, просто вставляются сюда и вот таким вот образом здесь находятся. Не требует никаких дополнительных средств для того, чтобы их устанавливать. Саморезов никаких в комплекте здесь нет. По самому телевизору из кнопок есть только вот такая малозаметная кнопка питания, которая как раз-таки находится под вот этой лейбой Samsung. И здесь больше ничего нет, только лишь кнопка питания. Сама конструкция динамика выполнена вот в таком вот интересном стиле. Здесь сам динамик установлен, а рядом установлены вот такие воздуховоды для низкочастотной составляющей звукового сигнала. И здесь они есть с двух сторон, что как раз-таки и позволяет делать звук более качественным и громким. Давайте перейдем к одной из самых интересных частей. Это тесты телевизора. Также посмотрим, как он настраивается, какие основные настройки следует сделать. Запускаю телевизор и здесь тоже один из важных и нюансов, который также многих интересует. Это время запуска телевизора. Вот сейчас я его включаю и как видим, здесь буквально несколько секунд и сам телевизор уже запускается. По сравнению с телевизорами даже на WebOS, я не говорю уже про Kiwi и различные телевизоры Xiaomi, на которых запуск может длиться до двух минут. Здесь все происходит очень даже быстро. Сейчас мы будем тестировать телевизор в освещенном помещении. Как видим, здесь у меня окно и в принципе в таких вот условиях, которые, как правило, для дневного просмотра у большинства и будут. Здесь не особо много настроек и я пощелкал некоторое время данный телевизор и могу сказать, что все-таки подтормаживания некие есть. Здесь стоит система Tizen 5.5. Я уже вошел в аккаунт. Настройки вызываются быстро кнопочкой Settings, если вам необходимо. В настройках изображения есть настройки режима изображения. Здесь стандартный, обычный кино, Filmmaker Mode. Также есть режим динамический и от этого, как видим, меняется вот так вот картинка. Настройки изображения. Здесь можно поставить размер картинки. Также размер 4.3 подогнать под широкий экран. В дополнительных настройках изображения есть настройка яркости. Здесь максимальная яркость это 50. Также здесь настройка контраста, четкости и можно отрегулировать тон. На телевизорах Samsung немножко есть отклонения в сторону холодных тонов, поэтому, если вам это необходимо, можете настроить здесь тон. Также можно применять эти настройки изображения ко всем источникам сигнала либо отдельно. Здесь можно настроить четкость, поставить либо авто, либо сделать пользовательский режим и настроить четкость изображения LED, включить шумодав, либо отключить его и также снижение дрожания тоже можно подстроить. Либо же поставить это все в авто и оставить таким вот образом. Камера постоянно расфокусируется и таким образом мы можем видеть небольшие засветы на экране. Есть режим улучшения контраста, можно поставить высокий, низкий, либо отключить его вовсе. Также есть режим фильм, который доступен только при подключении отдельных устройств. Есть настройка оттенка, настройка баланса белого, смещение по различным осям, также настройка гамма, можно настроить детализацию теней, режим RGB, можно настроить цветовое пространство, поставить либо исходное, либо пользовательское. В пользовательских настройках здесь также можно подстроить цветовое пространство. В настройках звука есть вывод звука, здесь сразу скажу, есть Bluetooth, который позволит вам подключить и наушники Bluetooth, и подключиться также к каким-то устройствам Bluetooth, звуковым. Вот здесь можно произвести поиск, и если у вас есть Bluetooth колонка, либо наушники, они будут здесь найдены и подключены, это достаточно удобно. Есть настройка оптического выхода, и здесь вот список динамиков Bluetooth будет, когда вы подключитесь уже к самому Bluetooth телевизору. В режиме звука можно выбрать стандартный, адаптивный звук, либо же с усилением. В дополнительных настройках можно настроить баланс звука, также включить режим ERC для передачи звука по HDMI, настроить формат цифрового звука. Здесь можно поставить автоматическую громкость и звуковые сигналы, если вам это необходимо, я их обычно отключаю, чтобы они не мешали. В трансляции будет настройка различных трансляций, Т2, либо же спутника. Этот момент мы более подробно размерем в следующих видео. В общих настройках здесь есть настройка сети, которая понадобится в первую очередь. И здесь в настройках сети мы уже можем подключиться к сети Wi-Fi, открыть настройки сети, зайти и выбрать беспроводное либо проводное подключение. Если у вас по Wi-Fi, соответственно, выбираем беспроводное. выбираем нашу сеть Wi-Fi. Здесь будет произведен поиск Wi-Fi сетей. И вот здесь у меня уже стоит галочка, что я подключен к сети Wi-Fi антенн. Можно выбрать любую другую сеть. И здесь у нас появляется клавиатура, и мы вводим пароль от Wi-Fi сети. Далее переходим на кнопочку готово и жмем подтвердить. После этого телевизор охраняет настройки и соединяется с сетью. Сейчас мы подключимся также к проводной сети. При подключении у нас сразу появляется сообщение о том, что настройки сети были изменены и подключен сетевой кабель. И здесь, в принципе, при подключении провода абсолютно никаких действий не требуется. Просто подтверждаем и жмем ОК. Здесь можно сбросить настройки сети. В дополнительных настройках можно включить режим управления и разрешать управление с мобильного телефона, который находится в одной и той же сети с телевизором. В диспетчере системы можно установить время. Часы можно поставить автоматически и здесь же поставить ваш часовой пояс. Можно включить таймер сна и таймер выключения. Можно изменить язык, имя устройства, если вам это необходимо. Учетная запись и также пин-код, который требуется изначально. Изначально это 4.0. Можно включить автозащиту. Здесь будет появляться изображение часов, если у вас что-то стоит на паузе более двух часов. В режиме использования, конечно же, вставим домашний. В диспетчере внешних устройств можно настроить HDMI SIG, также включить игровой режим, расширение входного сигнала. Здесь же есть диспетчер устройств ввода. Можно произвести поиск Bluetooth мышей, клавиатур и здесь же их подключить к данному телевизору. Вот здесь будет диспетчер подключенных устройств и список, в котором будут отображены все эти устройства. Настроить AirPlay. AirPlay, кстати, работает достаточно хорошо и качественно. Здесь можно произвести настройки AirPlay, но важно помнить, для того, чтобы подключить свой iPhone к телевизору, необходимо быть в одной и той же Wi-Fi сети, подключенными к одному и тому же роутеру. Далее нажимаем повтор экрана и здесь мы можем обнаружить сразу же Samsung 7 серии. Подключаемся, вводим пароль, который указан у нас на экране и практически моментально получаем экран своего телефона на экране телевизора. Причем достаточно качественно и красиво это все выглядит. Здесь же можно настроить экономный режим, можно включить обнаружение окружающего освещения, настроить минимальную яркость, включить режим энергосбережения, также подсветка движения, здесь будет снижаться энергопотребление благодаря адаптации подсветки при движении. Также можно настроить автоотключение, по умолчанию здесь стоит 4 часа, можно также поставить 6 либо 8 часов, это время после которого будет отключаться телевизор, независимо от того, смотрите вы его или нет. В спецвозможностях настройка голосовых инструкций, при этом каждый пункт меню будет озвучиваться, отключать экран, можно строить высокий контраст меню, вот таким вот образом меняется само меню, как видим, более контрастно. Также можно сделать увеличение, обучение использования пульта дистанционного управления, если эта функция включена в данном телевизоре, но здесь это не работает. Здесь также есть настройка субтитров, настройка скорости повторов, в общих настройках Smart, здесь можно автозапуск Smart Hub сделать и запускать последнее приложение автоматически на самом телевизоре. Здесь также присутствует сброс. В поддержке есть пункт обновления ПО, включено автообновление программного обеспечения, у меня стоит версия 1465 на данный момент, есть также пункт обслуживания устройств, в этом разделе можно очистить кэш данного телевизора, также проверить диагностику, сделать хранилище, памяти и различных функций данного телевизора. Также будут выведены рекомендации, которые вам позволят настроить. И также в данном разделе есть пункт самодиагностика, очень полезная штука, которая позволит вам протестировать, к примеру, изображение, тест изображения. Здесь мы можем посмотреть экран и посмотреть на наличие битых пикселей. Также можно протестировать звук. Здесь же есть устранение неполадок HDMI, на данный момент у меня HDMI не подключены, устройство, здесь можно сбросить смартхаб и тест подключения самого смартхаба. Также можно запросить поддержку и здесь же у нас есть управление хранилищем, для того, чтобы удалять данные и приложения на вашем телевизоре. Вот такие приложения, кстати, установлены на данный телевизор из коробки, здесь сразу хочу сказать, что есть подписка 6 месяцев на AmigaGoSuiteTV и, по-моему, диван. Здесь будет электронная инструкция, доступ к ней, удаленное управление, здесь можно разрешить от управления вашим телевизором операторскому центру Samsung и получать доступ и устранять проблемы на ТВ, если у вас такие возникают. Само меню, думаю, всем пользователям Samsung знакомо, здесь настройки, источник и также есть раздел домой и Apps. Apps – это Play Market для Samsung, вот он загружается на данный момент. В Samsung Apps можно найти приложение, которое доступно. Вот здесь в поиске вносим название приложения и пытаемся его найти. Но сразу скажу, здесь не очень богатый выбор приложений. В принципе, основные есть, YouTube и различные видеосервисы здесь есть, но мы позже будем устанавливать все немножко другим способом. К этому мы еще вернемся. Запускаю 4K ролик на YouTube, выберу качество. Здесь нет абсолютно никаких проблем, кодек VPN. И давайте проведем один из самых важных тестов, наверное, для понимания качества дисплея. Это тест на засветы. Как мы знаем, здесь подсветка у нас выполнена не сзади, а боковая подсветка, поэтому выберем ролик тест засветов. Для теста засветов используется вот такой вот видеоролик. Я выберу громкость. И как видим, по засветам здесь вообще все отлично. Смотрите, вот здесь точечка, которая ходит по экрану. И следя за этой точкой, мы можем понимать о качестве дисплея. То есть, если у нас будет засвет, то у нас будет вот таким вот образом здесь проявляться белый цвет на фоне черного. Не будем брать в учет вот эту вот часть экрана, где у нас расположено окно. Никаких засветов нет, и качество изображения отлично на данном телевизоре. Еще я хочу показать вам звук. Субтитры сделал DimaTorzok Как мы можем слышать, очень насыщенный звук, хорошие басы, высокие частоты, низкие частоты. Здесь все это представлено отлично. Что же, хочу подвести некий итог по данному телевизору, по данному видеоролику. Я смотрел массу вариантов, начиная с телевизоров Xiaomi, Kiwi и различных телевизоров низких брендов, Hisense, TCL. Но, просмотрев отзывы, почитав немножко про матрицу, про качество исполнения, про сервисное и гарантийное, постгарантийное обслуживание, понял, что все-таки стоит брать какие-никакие, но более-менее известные бренды, Sony, Samsung, Philips и так далее. Плюс, я хочу сказать, что телевизор тот же Xiaomi, к примеру, в 55-й диагонали, стоит всего лишь на 1000, грубо говоря, на 50 долларов дешевле, чем Samsung. Да, у Xiaomi есть небольшое преимущество, это наличие голосового Bluetooth-пульта, наличие Android TV 9, но я эти возможности могу расширить без проблем использованием той же приставки, которая есть, кстати, по ссылке в описании, посмотрите обзоры и без проблем можно, подключив такую приставку, получить полноценный Android TV и на Samsung. Но при этом мы получим более качественную картинку, это однозначно лучше, чем на том же Xiaomi, на Kiwi, на TCL и на прочих телевизорах. Мы также получим хорошее сервисное гарантийное обслуживание, потому что все-таки это бренд, у которого есть и сеть каких-то сервисных центров, и детали для замены и так далее. И все-таки матрица на Samsung намного лучше и качественнее, чем на Xiaomi. Пусть что там, кто не говорит, но матрица на самом телевизоре Samsung она лучше, чем матрица, которая установлена на телевизорах китайских брендов. Поэтому при наличии вот этих всех факторов я сделал упор на бренд, на более качественную картинку, потому что для телевизора я считаю, главное это картинка, а не наличие Android, наличие Bluetooth-пульта, которые все это можно в принципе добавить потом с помощью приставок и тех же пультов. Такой вот первый видеообзор по телевизорам у меня я его также буду цеплять на стену, покажу, как этот процесс происходит, ничего сложного в этом нету. Также протестируем, настроим Tizen, будем туда ставить всякие приложения, настраивать каналы со спутника ИТ-2. В общем, будет интересно. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать другие видео на моем канале. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...